Сура 38. Саад. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Саад. Буквы в начале некоторых сур Корана являются одним из чудес этой великой книги, и никто, кроме Аллаха, не знает их смысла. «Я, Аллах, клянусь Кораном, который содержит напоминание людям, истину. Однако те, которые стали неверующими, пребывают в гордыне и в расколе, в противоречии с истиной. Сколько уже мы погубили до них, до этих многобожников поколений. И воззвали они, обратились с покаянием, когда пришло наказание, но уже было поздно, чтобы избежать этого. И удивились они, эти неверующие, что пришел к ним предостерегающий, увещеватель, пророк Мухаммад, из них, из их же народа. И сказали неверующие, это, имея в виду пророка, лживый колдун. Неужели он обратил богов в одного бога? Неужели он утверждает, что нельзя поклоняться кому-либо, кроме лишь одного бога Аллаха? Поистине это, то, к чему он призывает. Однозначно удивительная вещь. И ушли знатнейшие из них, из курайшитов, из одного из собраний, где посланник Аллаха призывал их к единобожию, говоря друг другу. Идите своей дорогой и своей верой, и терпите за ваших богов. Продолжайте быть на многобожии, и терпите большое количество богов. Поистине это, то, к чему призывает Мухаммад, что-то, чего желают. Он желает этим стать уважаемым и обрести последователей. Не слышали мы про это, про то, к чему призывает Мухаммад. В последнем толке, в христианстве. Это не что иное, как выдумка. Неужели это ему, Мухаммаду, а не кому-либо другому из числа нас не спослано напоминание? Коран. О нет, они пребывают в сомнении. О моем напоминании. О нет, они еще пока не вкусили моего наказания. Или неужели у них, в их распоряжении, сокровищница милости Господа твоего, величественного и вседарующего? Или неужели им, этим многобожникам, принадлежит власть, владение и управление над небесами и землей и тем, что между ними, чтобы что-то даровать кому-либо или лишать этого? Пускай же они поднимутся на веревках, на высшие небеса, чтобы оттуда решать, кому и что давать и кого чего лишать. Войско, что там, это войско лжецов. Будет оно однажды разбито. И оно из числа ополчений. Эти многобожники, такие же во вражде с посланником Аллаха, как и многобожники из прежних общин, которые ополчились против своих пророков. Отвергли, не признавали своих посланников, до них, до неверующих мекканцев и других арабов, народ пророка Нуха и Адиты, народ пророка Худа, и фараон, обладатель кольев, пирамид и большого войска, и самудяне, народ пророка Салиха, и народ пророка Лута, и обитатели Аль-Айки, народ пророка Шуайба. Те народы были ополчившимися против пророков, посланных к ним Аллахом. Каждый из тех народов отвергал, не признавал посланников Аллаха, и постигло же их моё наказание. И не ждут они, многобожники, ничего, кроме одного поражающего звука. Звука трубы, в которую дунет ангел Исрафил. Когда наступит конец этого мира, для которого уже не будет возврата, уже будет всё необратимо. И сказали они, насмехаясь, «Господь наш, ускорь нам нашу долю наказания, прежде дня расчёта. Терпи, о пророк, то, что они, многобожники, говорят. И помни о рабе нашем, пророке Дауде, обладателем мощи, который обладал силой против врагов Аллаха, и который был терпелив в повиновении Господу своему. Поистине, он был обращающимся с покаянием к Аллаху, чтобы обрести его довольство. Поистине, мы подчинили ему, пророку Дауду, горы, которые вместе с ним, с пророком Даудом, восславляют Аллаха вечером и на восходе солнца, и подчинили ему птиц, собранными вместе. Все они, и горы, и птицы, к нему обращаются, подчиняются пророку Дауду. И укрепили мы его власть и даровали ему мудрость, пророчество, правдивость в словах и делах, и решение речи, умение правильно выносить решение, и проницательность в этом, а также ясную речь. И дошла ли до тебя, о пророк, весть о тяжущихся? История о двух спорящих между собой. Как они перелезли через стену, а не через дверь, и оказались в молельне, где пророк Дауд в тот момент был занят поклонением Аллаху. Вот пришли они к Дауду, и испугался он их, так как к нему обычно никто не заходил, а эти двое даже перелезли через стену. Сказали они ему, не бойся, мы две тяжущиеся стороны, один из нас посигнул на другого. Рассуди же нас поистине, и не будь несправедливым, и укажи нам верный путь, верное решение. Сказал один из них, вот это, брат мой, у него девяносто девять овец, а у меня одна овца. И сказал он, поручи мне ее, и победил меня в речи, убедил меня. Сказал он, пророк Дауд, он, твой брат, притеснил тебя, прося твою овцу присоединить к своим. И ведь поистине многие из соучастников по какому-либо делу действительно посягают одни из них на других. Покушаются на права другого, кроме только тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, кроме праведных верующих. И их таких мало. И подумал Дауд, что мы только подвергли его испытанию этим спорам, и попросил прощения у Господа своего. И пал с поклоном, и обратился к нему с покаянием. И простили мы ему, пророку Дауду, это. И поистине для него у нас непременно приближенность, сделали его из числа приближенных. И хорошее место возвращения в день суда. О Дауд! Поистине мы сделали тебя наместником на земле, даровали власть. Так суди же среди людей поистине, по справедливости, и не следуй за прихотью при вынесении решения. А то она сведет тебя с пути Аллаха, отклонит тебя от закона Аллаха. Поистине, те, которые сбиваются с пути Аллаха, для них сильное наказание в аду за то, что они забыли день расчета, за то, что были беспечными. И не создали мы небо и землю, и то, что между ними понапрасну. Это предположение тех, которые стали неверующими. Так думают только неверующие. Горе же, сильное наказание будет тем, кто стал неверующим, от огня. Неужели мы сделаем тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, подобными, сеющим беспорядок на земле? Или неужели мы сделаем остерегающихся наказания Аллаха, подобными, погрязающим в грехи? У них будут разные воздаяния. Праведные верующие и остерегающиеся наказания Аллаха получат великую награду. А сеющие беспорядок и погрязающие в грехи будут наказаны Аллахом. Писание, Коран, который мы не спаслали тебе, о пророк, благословенно, в нем очень много блага, чтобы люди думали, размышляли над смыслом его аятов, и чтобы вспоминали обладателей здравого разума о тех обязанностях, что Аллах возложил на них. И даровали мы пророку Дауду, сына Сулеймана, как прекрасен этот раб Сулейман. Поистине, он много обращающийся к Аллаху. Вот однажды представлены были ему, пророку Сулейману, в предвечернее время кони, легко стоящие, одновременно стоящие игриво и переступая лишь на трех ногах, породистые. И сказал он, «Поистине, получилось так, что я возжелал любовь к земным благам, коням больше, чем поминания Господа моего, что отвлекся на них, пока не скрылось оно, солнце за преградой. Верните их, коней, ко мне». И начал он поглаживать этих коней по голеням и шеям. И уже мы испытали пророка Сулеймана, и бросили мы на его трон тело. А потом он обратился с покаянием к Аллаху. Есть достоверное сообщение о том, что посланник Аллаха рассказал, как пророк Сулейман сказал однажды, что он за одну ночь обойдет сто своих рабынь, и каждая из них родит ему сына, который затем станет всадником, воюющим на пути Аллаха. Но он не сделал оговорки, если пожелает Аллах. И затем он обошел всех этих рабынь. И затем только одна родила ему парализованного наполовину ребенка. Она явилась с больным младенцем к пророку Сулейману и положила ребенка на его трон. Сказал он, пророк Сулейман, «Господи, прости меня и дай мне такую власть, которая уже никому не будет подобать после меня, ведь ты вседарующий». И мы ответили на его мольбу, и подчинили мы ему, пророку Сулейману, ветер, который течет по его повелению, легким и покорным, куда он пожелает. И также подчинили ему дьяволов, каждого строителя и ныряльщика. И также подчинили ему других, мятежных дьяволов, связанных оковами, которых он связал, чтобы они не причиняли зло другим. «Это, великая власть и такое подчинение, наш дар тебе, о Сулейман. Так оказывай милость, давай, что пожелаешь, кому пожелаешь, или удержи, кого пожелаешь, без никакого расчета. Ты полностью свободен в распределении дарованного тебе. И поистине для него у нас непременно приближенность. Сделали его из числа приближенных. И хорошее место возвращения в день суда. И помни раба нашего Аюба. Аллах Всевышний испытал пророка Аюба, дав ему болезнь, которая поразила все его тело, кроме сердца. Все люди, кроме его жены, покинули его. Его жена, будучи истинной и искренней верующей, любила его, кормила и ухаживала за ним на протяжении 18 лет. Сама зарабатывая на жизнь. Вот однажды возвал он Господу своему. Поистине, коснулся меня сатана страданием и наказанием. И Аллах Всевышний сказал ему откровением. Топни своей ногой по земле и станет бить для тебя источник. Это холодная вода для купания и питья. Пей из него и мойся, и уйдет твоя болезнь и беда. И Аллах Всевышний дал ему исцеление. И даровали мы ему, пророку Аюбу, семью его, и столько же еще вместе с ними по милости от нас и как напоминание для обладателей здравого разума, чтобы они знали, что терпение приводит к благому итогу. И мы сказали ему, «И возьми рукой своей пучок сухой травы, и ударь им свою жену, и не нарушай данной тобой клятвы». Однажды, во время своей болезни, пророк Аюб по какому-то поводу разгневался на свою жену и поклялся Аллахом, что когда выздоровеет, подвергнет свою жену ста ударом. А жена его была праведницей. И Аллах Всевышний облегчил для нее исполнение Аюбом той клятвы. «Поистине, мы нашли его терпеливым. И как прекрасен этот раб Аюб. Поистине, он много обращающийся к Аллаху. И помни, о пророк рабов наших, Ибрагима, и Исхака, и Якуба, которые были сильны в повиновении Аллаху и проницательны, кто правильно видит и понимает события и вещи. Поистине, мы избрали их, сделали их избранными, утвердив в их сердцах поминания об обители, вечности, они жили только для вечной жизни. И поистине, они у нас однозначно из числа избранных, лучших. И помни, о посланник пророка Исмаила, и Альяса, и Зулькифла, все они из числа лучших. Это Коран, напоминание тебе, о пророк, о твоей общении. И поистине, у остерегающихся наказания Аллаха однозначно будет в вечной жизни прекрасное место возвращения, райские сады вечности с открытыми для них вратами. Возлежа там, на райских ложах, они будут просить многие плоды и питьё. И у них в раю будут берегущие свои взоры гурии, которые не смотрят ни на кого, кроме своих мужей, ровесницы. Это то, что обещано вам, о остерегающиеся ко дню расчёта. Поистине, это однозначно наш удел, которому нет истощения, который не иссякнет. Это всё, что было перечислено для остерегавшихся, а для беспредельных в неверии и услушании Аллаха уготовано, конечно, наихудшее место возврата. Гиена, ад, в которой они будут гореть, и как же ужасно это огненное ложе. Это, пусть же они вкушают его, кипяток и гной, выходящий из тел обитателей ада, и им также другое наказание из такого рода и разных видов. Обитатели огня будут ругать одна толпа, другую говоря. Это толпа, ввергаемая в ад вместе с вами. Им ответят, нет радушного приёма для них, поистине, они будут гореть в огне. Скажут беспредельным в отслушании их последователи. Наоборот, это вам не будет радушного приёма. Вы представили нам это заблуждение, и как же ужасно это место пребывания. Скажут те, кто следовал беспредельным. О Господь наш, кто представил нам это заблуждение? Умножь ему наказание в огне. Скажут беспредельные, что с нами? Почему мы не видим людей, которых в земной жизни считали плохими и несчастными? Они имеют в виду бедных верующих. Неужели мы насмехались над ними по ошибке? Или же они вместе с нами, но взоры наши от них отвращены, просто не видим их? Поистине, это однозначно действительность. Оно непременно будет при пирательстве обитателей огня. Скажи, о послании к своему народу, ведь я только увещеватель для вас, предупреждающий о наказании Аллаха, который может постичь вас за неверие, и нет никакого Бога, который был бы достоин поклонения, кроме Аллаха, единственного, всепобеждающего, Господа небес и земли и того, что между ними, тех творений, которые находятся между небесами и землей, величественного в своем наказании, многопрощающего, тех, которые каются и стремятся к его благоволению. Скажи, о послании к своему народу, это Коран, великая весть, в нем великая польза, от которой вы отвращаетесь, беспечны по отношению к книге Аллаха и не совершаете деяния по ней. Не было у меня знания про высшее общество, про ангелов небесных, как они припирались, спорили относительно сотворения Адама, пока Аллах не сообщил мне об этом. Поистине, внушается мне откровением от Аллаха только то, что я для вас разъясняющий увещеватель, который предупреждает вас о наказании Аллаха и разъясняет его закон. И приведи им, о посланник, ту историю, когда сказал Господь твой ангелам, «Поистине, я создам человека из глины, а когда я выровню его, придам полный облик, и вдуну от моего духа, от духа, которым я владею, когда он оживет, то, приветствуя его, вы выражая свое почтение ему подите, перед ним совершая поклон ниц». И пали ниц ангелы все вместе, кроме Джина Иблиса. Он проявил высокомерие и оказался из числа неверующих из-за ослушания Аллаха. Сказал он, Аллах Всевышний, «О Иблис, что удержало тебя от поклонения ниц перед тем, кого я сотворил своими руками, проявив таким образом свое почтение? Возгордился ли ты, о Иблис, перед Адамом или оказался из превозносящихся перед своим Господом?» Это было поклоном приветствия и выражения почтения, а не поклоном признания Богом или возвеличивания. Сказал он, Иблис, «Я лучше него, Адама, ты создал меня из огня, а его создал из глины», сказал Аллах Всевышний. «Выйди же из него, из рая, ведь поистине ты побиваемый камнями проклятый, и поистине над тобой пребудет мое проклятие до дня суда». Сказал Иблис, «Господи, предоставь мне отсрочку до дня, когда они будут воскрешены, до дня суда», сказал Аллах Всевышний Иблису. «Поистине же ты из числа тех, кому дана отсрочка, не умрешь, до дня, время наступления которого известно Аллаху». Иблис сказал, «Клянусь же твоим величием, я непременно собью их, потомков Адама, всех, кроме только рабов твоих, из них избранных». Аллах Всевышний сказал, «Так истина от меня, и лишь истину я говорю». «Непременно я наполню гиену ад тобой, о Иблис, и теми, кто последовал за тобой, всеми». Скажи, о посланник, этим многобожникам, «Не прошу я у вас за это, за то, что довожу до вас истину, никакой награды». «И вы знаете, что я не из числа тех, которые выдают себя за кого-либо, я не стану выдавать себя за пророка, я им действительно являюсь». Это Коран, лишь только напоминание для миров, всем джинам и людям. И непременно вы, о многобожнике, узнаете весть о нем, о том, что Коран является истиной, после некоего времени, после победы ислама, когда люди толпами будут принимать эту веру.